Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Есть зрители, которые постоянно возмущаются тем, что я повторяю кадры на монтаже, что, в общем-то, беру кадры какой-нибудь годовой, полугодовой давности. И могу сказать, что да, у меня нет такой огромной базы, чтобы постоянно что-то новенькое снимать. Если я рассказываю о цветах, я действительно показываю цветы, которые я полгода назад отсняла, и, в общем-то, хорошо. Но самое главное, я хочу посочувствовать тем зрителям, которые реально узнают все повторяющиеся кадры, потому что сейчас даже я их не узнаю, тех же самых стритстайлеров я очень часто путаю, не могу представить, где вообще я их уже видела, либо еще не видела. Если вы смотрите все мои видео, а их очень много, выходит в течение дня, я уж не говорю в течение месяца, тем более, если вы так давно на моем канале, что за полгода могли повторяющиеся кадры отследить, я вам искренне сочувствую, а, возможно, даже, кстати, завидую, наверное, у вас очень много свободного времени. Сегодня речь пойдет о шопинге глазами минималиста. Кто-то написал мне, я, но у вас глаз горит, когда вы рассказываете о своих покупках. Я рассказала, я купила две фельпы, я купила две пары обуви и купила себе нижнее белье, чтобы не замерзнуть, чтобы пальтишко расстегнутым носить. И вот прям-таки действительно я была на драйве и была вот в этой кофте, которая только что обозревала, которая косо на мне смотрелась. Я, в принципе, видела, что в кадре как-то не очень я хорошо выгляжу, но очень хотелось мне это видео записать про свой шопинг. И сейчас я расскажу, как этот шопинг я свой видела. Я человек, который уже очень давно не ходит по магазинам, потому что это отнимает у меня очень много времени. В определенный момент я поняла, что выезжая в Падуя со своей семьей, со своими детьми, это случается так редко. Это стоит мне, как матери, таких больших усилий, потому что принарядить своих маленьких троих мальчишек, ну, на тот момент им было еще меньше лет, стоило мне огромных усилий, потому что пока оденет носки, другой уже снимет шапку, уже захочет спать, либо захочет пить, либо захочет в туалет и так далее. Поэтому сборы для нас превращались прямо-таки в нечто, в нечто грандиозное. Я не преувеличиваю, я начинала выкладывать одежду, точнее, готовить одежду для мальчишек за день, то есть с вечера до поездки куда-то, в ресторан, если мы куда-то выбирались, либо в Падуя. Поэтому, когда, в общем-то, мы такие все наряженные, красивые, причесанные, шли по улицам Падуя, я вас уверяю, у меня уже не было никаких мыслей о том, чтобы заскочить сюда, заскочить туда, потому что мне этого даже не хотелось. Но потом я стала нуждаться в каких-то вещах, потому что какие-то вещи просто снашиваются, какие-то вещи мне нужны как блогеру, и я поняла, что не все я могу купить в интернет-магазине. В особенности, если речь касается каких-то дорогостоящих покупок, я, на самом деле, всегда предпочитаю покупать в интернете по той простой причине, что там и возврат по поводу брака гораздо проще, потому что, когда ты меряешь, допустим, пальто в магазине, ты не можешь его осмотреть, ты не будешь его тщательно осматривать, а я очень тщательно всегда осматриваю вещи. Я люблю, чтобы подкладка была белоснежная, если она изначально белая, чтобы воротник был прямо-таки с мехом богатым, пушистым и так далее. Я никогда не приму вещь, которую мне прислали, просто потому что, ну, возможно, понадеялись, что это интернет-шопинг, и я не буду утруждать себя возвратом. Нет, теперь я очень тщательно осматриваю вещи, но в магазине по определенным причинам, я думаю, вы меня прекрасно понимаете, ты не будешь этого делать. Во-первых, и времени нет, во-вторых, освещения нет, ну, и в-третьем, с тобой рядом, конечно же, стоит и смотрит на тебя консультант, который, ну, очень-очень хочет поскорее эту твою покупочку дорогостоящую отнести на кассу, взять себе, конечно же, процент в конце месяца, поэтому, в общем-то, это не тот момент и не то время, чтобы осматривать хорошо на предмет отсутствия брака либо присутствия брака, либо каких-то вещей, которые тебе не очень нравятся в твоем, допустим, пальто. И могу сказать, что я все-таки захожу в магазин, потому что нужно примерить, если я не знаю марку, либо у меня есть подозрение, что поменялся размерный ряд, такое тоже случается, хотя, к счастью, достаточно редко, я захожу, мерю, смотрю. Ну что ж, вернулся Егорка со школы и ушел снова на пробежку, а я рассказывала о том, почему я вещи мерю, но не покупаю в самом магазине. Помимо того, что можно осуществить возврат по всем тем причинам, по которым, возможно, тебя начнут убеждать, да нет, все нормально, и шовчик хороший, и подкладочка чистая, я также заметила, когда мерила пальто, когда продавщица воротник из норки, и там достаточно много было отделки из меха, и пальто было светло-светло-розовое, но настолько деликатный цвет, в общем-то, я его сняла, надеваю свое собственное пальто, чтобы выйти из магазина, и продавщица оглаживает этот воротник, оглаживает его, оглаживает. Я вообще считаю, что к таким вещам дорогостоящих, точнее, где одежда дорого стоит, дорогостоящая одежда, то есть в магазинах, которые предлагают вот такого уровня вещи, такого уровня цены за эти вещи, необходимо, в общем-то, ну действительно, белая перчатка, как это делают в магазине Hermes, когда твою сумку достают, распаковывают, всегда продавцы, консультанты имеют белые хлопковые перчатки, и на мой взгляд, это важно, когда ты несешь светлую какую-то одежду в примерочную, либо просто ее показываешь, и вот она оглаживает это пальто, оглаживает это пальто, и я, когда вышли, говорю мужу, слушай, говорю, это было почти мое пальто, и вот она этот мех руками, руками, даже я бы так делать не стала, на самом деле, я поэтому действительно думаю, что когда ты заказываешь вещи через интернет-магазин, к ним все-таки меньше прикасаются, их гораздо реже меряют, хотя это не факт, потому что очень часто все-таки интернет-магазины отправляют из того ближайшего магазина, где просто эта вещь имеется, и вот прихожу я мерить пальто, я рассказывала, с этого все началось, и я, когда захожу в магазин, где меня знают, где я долго клиент, я на самом деле очень и очень хочу, чтобы консультанта моего не было в этот день, чтобы у него был выходной, потому что в Италии я этому научилась, есть определенный этикет общения со своим консультантом, вообще принято иметь своего консультанта в магазинах, в бутиках, как это принято говорить, и также принят определенный этикет общения, например, если твой консультант занят, ты не можешь прерывать его общение с другим клиентом, ты должен подождать спокойненько в сторонке, и даже если в сторонке рядом с тобой выстроится 10 свободных консультантов, все-таки не принято обращаться к тому, кто свободен, либо необходимо извиниться, сказать, я очень тороплюсь, вот я можно с вашим, с вашим, либо с вашей коллегой посмотрю то, что мне нужно, то есть это определенный этикет, это определенная игра по определенным заранее установленным правилам. Ну и в общем-то, ждала я своего консультанта почти 20 минут, мимо меня за большими окнами в пол просто-таки ходил стрит-стайл толпами, как я люблю говорить, я на все это смотрела и ждала своего консультанта, когда она освободится. Когда консультанта освободилась, я, в общем-то, получила за 5 минут ответ, который меня интересовал, я подозревала, что то, что я хотела примерить, не было в магазине, потому что просто я неплохо знаю ассортимент, и не видела эту вещь в магазине, ну и в общем-то, да, оказалось, что только через интернет я могу все это заказать, и, соответственно, вот таким образом произошел мой шопинг. Когда я пошла в спортивный магазин, я тоже ждала консультанта, потому что я увидела кроссовки за 25 евро, и подумала, ну вот сейчас-то своим парням прикуплю я кроссовочки. Когда, наконец-то, консультант освободился, он спросил меня, какой номер нужен мне, какой размер нужен мне, что я сразу сказала, знаете, я мама троих детей, у меня ребенку 3, 6 и 14 лет, поэтому меня, в общем-то, интересует полностью размерный ряд, что у вас осталось. И, в общем-то, консультант, растерявшись вот от такой неконкретики, а я не хотела говорить конкретно, потому что я, например, за такую цену классные кроссовки могу и на вырост, конечно же, купить, хотя недавно видео вышло, что я впрок не покупаю, но, тем не менее, это был случай, наверное, исключительный. В общем-то, консультант не знал, какой номер мне принести, и что предложить. В итоге я тоже ждала, и выяснилось, что нет, кроме 36 и 41 размера не осталось никакого. Поэтому могу сказать вам, дорогие зрители, дорогие минималисты, кто стал на путь минимализма, кто, возможно, чувствует очень часто этот накатывающий потребительский голод, вы совершенно точно однажды придете, как мне пишут очень многие мои зрители, а точнее, не мои зрители, а зрители, которые смотрят мои видео, вы придете к такому ощущению, что шоппинг – это прежде всего потеря вашего собственного времени. Не говоря о том, что это потеря ваших собственных денег, которые, конечно же, являются эквивалентом вашего времени, которые вы тратите на то, чтобы эти деньги заработать, вы в определенный момент поймете, что даже очень удобный интернет-шоппинг, шоппинг на диване, когда вы можете в то время, которое у вас свободно, в то время, которое вам удобно, в то время, когда вам наиболее, скажем так, комфортно придаться безудержному шоппингу, поиску той вещи, которая вам нужна, даже это отнимает очень много времени, даже это причиняет тебе неудобства, потому что когда ты становишься на путь минимализма, действительно, очень многие аспекты в твоей жизни меняются, ты переоцениваешь то, что ты имеешь, и как бы высокопарно, как я часто говорю, да не звучало, но действительно происходит переоценка твоих собственных ценностей и твоего собственного времени, вообще время и здоровье, это, наверное, самые главные ценности, которые мы имеем в нашей жизни, и ты больше не хочешь тратить это на то, чтобы проводить часами, часами время в магазинах, как делала когда-то я, и раньше это доставляло мне удовольствие. Раньше поехать в Паду для меня означало прежде всего провести, ну, практически 90% времени внутри магазина, даже не поужинать, даже не посидеть где-то, попить кофе, даже не пообедать, а именно пошопиться, посмотреть, что можно купить, возможно, купить, и остаться при этом очень-очень довольной и счастливой, как мне казалось раньше. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok